Достаточно интересные доклады были по мануальной терапии, и они, скажем так, раскрывают какие-то возможности дополнительные при заболеваниях опорно-двигательных аппаратов, в том числе при заболеваниях внутренних форм. Это единая система. Внутренние органы соматические структуры. И эта единая система реагирует в одно и то же время, в одну и ту же секунду по всему метамиру. То есть все, что происходит на уровне метамира вискорайных органов, все то же самое происходит в соматических. Но, конечно, имеет свои особенности, и эти особенности мы в диагностике можем учитывать. И это, по сути дела, и позволяет использовать методы мануальной терапии в лечении функциональных расстройств со стороны внутренних органов. Мы в нашей лаборатории изучали применение мануальной терапии в традиционном ряде заболеваний. Ну вот, где мы представили хронические абстрактивные бронхи, при ишемической болезни сердца первого-второго функционального класса, при хроническом сальпингоафорите, оказались очень удивительные результаты, казалось бы, простые отношения. Но, тем не менее, при диабетическом поражении сосудов нижней конечности, при атеросклеротическом поражении, при головных болях и сосудистых нарушениях, при дисфункции шейного отдела, Мы использовали эти методы для того, чтобы реабилитировать больных после операции. Операции на позвоночнике, операции на суставах периферических. И там очень хорошие, обнадеживающие результаты получили, показывающие, что этот метод просто нуждается в использовании в реабилитационных мероприятиях. И вот тот доклад, который не прозвучал, этот доклад был связан с изучением применения мануальной терапии у больных климакторическим синдромом. Но в чем там сущность? Сущность заключается в том, что мы на самом деле, вот все наши вдруг не с того взявшиеся заболевания, это продукт декомпенсации. То есть мы ходим компенсированно, но, скажем, при какой-то даже случайной диагностике иногда вдруг выявляется какая-то патология. То есть пока нас ничего не беспокоит, мы компенсируем. Но вот при мануальной терапии, когда падает уровень половых гормонов, то как раз это является фактором, провоцирующим декомпенсацию. И возникает целый ряд клинических синдромов. Мы знаем вегетативные синдромы, головные боли, приливы и целый ряд таких проявлений. Все эти проявления укладываются, по сути дела, в клинику задней шейного симпатического синдрома. Или вот, как есть такой аналог этого диагноза, синдрома локтебранной артерии. И в период клинику это все начинает активно проявляться. Отсюда страдает все. Отсюда страдает и психический статус больных. Вы знаете, они раздражительные, у них много жалоб, они никак не могут справиться со своим состоянием. Так вот, оказывается, этим больным нужно помогать. И помогать, в частности, методами мануальной терапии. Если выявить нарушения, которые функционально-двигательные нарушения, которые чаще всего шейным отделом, это может быть и грудной отдел, это может быть и пояснично-крестцовый, если их выявить и потом устранить, то состояние больных резко улучшается. То есть резервы компенсаторные, они возвращаются. Вот эта постоянная ирритация из того или иного отдела, она перестает истощить эти резервы. И наступает состояние компенсации. И больные компенсируются на полгода, на год. Вот они чувствуют себя хорошо. У них ослабевает метиатропная реакция. Но помимо этого мы проводили исследования, и значительно улучшается мозговой кровоток. Причем и по вертебральным артериям, и по каротидным артериям. Кровоток балансируется, резко уменьшается асимедрия, возрастает скорость кровотока. И все это тоже улучшает функцию нервной системы. И все это помогает справиться с церебрально-сосудистыми проявлениями этих больных. К тому же мы провели исследование, влияет ли на уровень половых гормонов мануальной терапии. Оказалось, что нет, не влияет на уровень. Потому что там, где при мануальной терапии уже сложился наш новый гормональный уровень, то это очень стабильное состояние, и мануальная терапия мне это не влияет. Но оказывается, что мануальная терапия влияет на иммунологический статус больных. Причем и на клеточном, и на гуморальном звене. И можно даже говорить о том, что своеобразным протекторным действием мануальной терапии может у этих больных быть. И, конечно, я уже говорил о психическом состоянии. Ожидание, депрессия, это все уходит по мере того, как у больного восстанавливаются их соматические статусы. Так что очень широко можно использовать методы мануальной терапии и наряду с лечебной гимнастикой, и наряду с физическими факторами. Но мне нужно, конечно, сказать о том, что... Ну, ответить на вопрос, тут был вопрос, да, по поводу... Давайте. Давайте.